Всем привет! Сегодня 26 июня, в Московской области хочу вам показать свои теплицы. Погода нас особо не радует, очень нестабильная температура, днем еще более-менее тепло, иногда даже жарко. А вот ночи холодные, температура доходит до плюс 5, и вот совсем недавно даже были заморозки по области. Но знаете, тепличное растение выглядит в принципе неплохо. Все, что высажено в открытый грунт, там конечно растения притормозили в росте, но и соответственно урожай будет позже. Итак, это теплица стеклянная, я здесь выращиваю только высокорослые томаты. В крыше имеется 3 автоматических окна, здесь торцов 2 механических и дверь купейного типа. Днем она всегда открыта, ночью я закрываю наполовину, все-таки ночь еще холодная. Стены закрыты тонким укровным материалом номер 17, я так сказать притеняю, а уже когда начнет посыпать урожай, я снимаю этот материал. В этой теплице 3 высокие грядки. Сами грядки замульчированы толстым слоем соломы, я люблю именно томаты мульчировать соломой. Ну а между ряди закрыты тоже толстым слоем, это щепа древесная. Значит томаты я высевала 9 и 10 марта, в теплицу я сюда высаживал 28 апреля. И вот на сегодняшний день они выглядят вот так. Я считаю, что даже очень неплохо. И хочу вам показать, пройтись немножко по сортам. Вот в сообщениях, в комментариях мне просили показать куст, сорт это тетя Анна. Вот так он выглядит. Это красные крупноплодные томаты, сортовые. Видите, какие они крупные. На кисти, конечно, не все крупные, но вот самые первые очень крупные. Доходят до 900 грамм. Это среднеурожайный томат. Видите, я даже здесь поставила горшок, потому что кисть очень большая и крупные томаты. Вот они они. Это сорт тетя Анна. Выращивала уже, наверное, года 3 и свои семена. Новый сорт для меня. Это супер экзотик. Посмотрите, какие интересные кисти и не менее интересные плоды. Новинка. Попробуем в этом году. Хорошо держит жару. Цвет не сбрасывает. Кисть практически, видите, полная. Вот это первая кисть. Вторая кисть. Третья. Четвертая. И вот пятая, шестая. Завязывает хорошо. У меня несколько кустов. Будем пробовать. Так, это немецкое сердце Гомера. Это сердечные томаты. Красного насыщенного цвета. Тоже образуют кисти. От 5 до 7 штук в одной кисти. Красивые томаты. Очень вкусные сердцевидные. В прошлом году выращивал. Собрала семена. Ну, тоже у меня здесь несколько кустов. Значит, здесь у меня гибрид требус. Это черри. Я выращивала в прошлом году. Я люблю. Мне понравился этот гибрид. Вообще, шикарный. Завязывает на 100%. Не важно, жара или холод. Он все равно завяжет все кисти. Посмотрите, какие они огромные. Вот это первая была. Вторая. Вот она. Третья. Он там вяжет, вяжет четвертая. Куст очень мощный. Пасынки умеренно дает. Куст красивый и в рассаде. И вот сейчас вы посмотрите, какой здоровский куст. Веду его в три стебля. Минимум в три нужно ввести. В один и в два не стоит. Он может вытянуть и три. Хороший гибрид. Очень мне в прошлом году понравился. Ну, это сорт сладкий касади. Это я для сына сажаю. Вот, тоже начал завязывать. Это, хоть и пишут, что он среднеспелый, все-таки он у меня как позднеспелый себя показывает. Дальше кусты. Сейчас посмотрим, что это. Это гребешки. Сорт тоже новинка для этого года у меня. Вот такие кисти он образует. Это вторая кисть. Это вот первая. Это третья. Ну, и так далее. Вполне урожайная. Кисти он образует большие. Цвет держит неплохо. Сбрасывает зависть, конечно, вот была жара. Но слегка. Новинка тоже этого года. Мне он очень понравился. Это сорт Бурлак. Новинка для меня этого года. Это томат с картофельным типом листом. Он у меня единственный в этом году такой. Смотрите, какие он вяжет плоды. Это первая кисть, вторая кисть, третья кисть, четвертая кисть, пятая. Это не вершинка. Это вот он такую попку образует. Посмотрите, какая у него урожайность шикарная. Вот. И уже они такие становятся молочные. Вот. Ну так далее. У меня три куста. Вот там тоже третий куст. Смотрите, сколько помидоров. В общем, по урожайности очень понравился. Я буду пробовать. Эти семена мне дали родственники с Уфы. Домашние семена были. Вот. Я взяла. В этом году посадила. Посмотрим. Урожайность у него великолепная. Посмотрим на вкус. Он должен быть красного цвета. Так. Это гибрид Кира. Тоже кистевой черри. В прошлом году выращивала. Желтого цвета. Очень понравился. Так. Это сорт Черное сердце от Борисовны. Тоже смотрите, какие кисти красивые образуют. Это не супер урожайный сорт. Чтобы там, знаете, по два ведра с куста. Это томат для наслаждения. Но все равно урожайность показывает. Смотрите, неплохую, согласитесь. Вот такие вот томаты. Крупные. Это из серии черноплодных. Вот они, два крупных. Они, видите, если два, то не крупные. Ну, плохо держит цвет. При очень высокой температуре цвет сбрасывает. Частично, конечно. Здесь новый гибрид для меня. Парпора. Давно мечтала об этом томате гибриде. Потому что заявляю, что это, ну, просто невероятно урожайный, вкусный гибрид. Ну, посмотрим. Конечно, как и все гибриды, наверное, черри. Образуют красивые кисти. Ни одного пропуска. Вот, посмотрите, как здорово он выглядит. Вот, вот, вторая кисть, третья, четвертая, пятая, шестая. Ни одного пропуска. Зреет он очень красиво. Практически одновременно. Но я заметила, что вот на примере требуса этим гибридам все-таки надо, чтобы они вызрели прямо на кусту. Чтобы поспели. Если все-таки их недозревшими снимать, то они немножко кислят. Ну, такие твердые. А вот если до красной их подержать, очень вкусные, сладкие, невероятные томаты. Так, это у меня сорт Лискин нос. Вот он. Тоже не супер урожайный томат, но насладится вкусом, цветом великолепно. Вот такие пока две кисти завязал. Ну, и дальше там цвет идет. Вот они. Видите, какие красивые томаты. И красивые, и вкусные. Мне нравятся. В прошлом году выращивала, свои уже семена собрала. Это Южный Загар. Мой любимчик. Любимчик, можно сказать, нашей всей семьи. Это среднеспелый, среднеурожайный томат. Вот. Уже наливается. Но в этом году почему-то как-то он мелковатый. Я вам хочу сказать. Вообще он довольно-таки крупный томат. Вот эти еще более-менее крупные. А что-то выше, может быть, нальются еще. Но мелковатые. Посмотрим. Дальше у меня долговязая сали. Это новинка. Интересные, конечно, кусты у этой долговязой сали. Листва салатового цвета. То есть, если здесь зеленый, то здесь, смотрите, прям салатовый. Я веду в 3-4 стебля. Вот она сали долговязая. Сейчас вам покажу из-за листвы. Очень много листвы, очень много пасынков дает эта сали. Ну, красивые томаты. Вот, если рассмотреть, прям интересные. Урожайность, так я вам скажу, средняя. И от жары цвет. Роняет цвет, когда жарко. Вот. Посмотрим по вкусу. Главное, для меня, знаете, не урожайность, а именно вкус. Что у меня здесь еще? Сахар розовый, вот он. Это мои же семена. Выращиваю каждый год. Очень урожайный. Это розовоплодный томат. Посмотрите, сколько он дает крупные томаты. Вообще, крупный и средний. Так вот. Хороший сорт. Вот. Ну, и здесь некоторые повторяются. Это вот ирландский ликер. Томат. Томат. Вот он. Он тоже урожайный. Хороший. Это зеленоплодный. Выращиваю тоже уже несколько лет. Уже со своих семен. Дальше. Австралиец. Новинка. Это тоже сортовой. Вот он. Плоскокруглые томаты. Вы же видите. Такая светло-зеленого цвета. Скоро будет окрашиваться. И здесь австралиец. Вот еще у меня. Тоже томат. Видите, какие красивые. Вот. Ну, в принципе, так я прошлась по сортам. Не по всем. Ну, так. Вот он. Углерод. Это тоже новинка. Этого года. Очень урожайный. Я вам хочу сказать. Пусть небольшой. Наверное, метр пятьдесят будет. А урожайность у него, конечно, шикарная. Смотрите. Это все. Одна кисть вот такая. Хороший сорт. Видите, они небольшие. Вот может еще вырастет. Вот так вот. И все. Так. Ну, в принципе, так прошлась по сортам. Какой у меня сейчас уход? Это, конечно же, полив. Когда жаркие дни, я поливаю два раза в неделю. Вот были холодные дни раз в неделю. Поливаю прямо с колодца. Хорошо заливаю. Просто бросаю шланг сюда и заливаю каждую грядку. У меня в теплице, как видите, чисто. Нет травы сорной. В теплице сухо. Благодаря мульче, я считаю. И благодаря мульче, не травы. Чтобы теплица выглядела хорошо. Все. Больше ничего не делаю, собственно говоря. Только поливаю. Сейчас плоды наливаются, поэтому нужен, конечно же, полив. И вот недавно я подкормила гуматом калия. Это, наверное, может быть, неделю назад. Жидким гуматом калия. И все. Больше ничем не подкармливаю. Я не вижу смысла в подкормках. И, как вы знаете, минеральными удобрениями я не пользуюсь. Вот такая у меня томатная теплица. Прошлась немножко по сортам. Показала, что у меня в этом году. Постараюсь сделать в конце года, как всегда, обзор по сортам. Давайте зайдем в другую теплицу. Это тоже она стеклянная. Выращиваю здесь перцы и огурцы. Здесь два автоматических окна и одно механическое. Дверь тоже купейного типа. На ночь я закрываю, потому что ночь все-таки холодная. А здесь теплолюбивые растения все же растут. И на день я прикрываю тоже этот тонкий укровной материал. Спанбонд номер 17. Чтобы не залетали здесь всякие насекомые. Тоже начнет спеть урожай. Я укровной снимаю. Это для притенения. Ну что я здесь могу сказать. Я в прошлом видео показывала теплице, что говорила, жаловалась, что перцы очень слабо набирают зеленую массу. Это так. В этом году, не знаю почему, но плодов много. А сами перцы маленькие. То есть нет ни листвы и ни роста. Но вот слава богу, они начали потихоньку выравниваться. В плане наращивать и высоту, и зеленую массу. Вот, допустим, вот это сорт айварский. Уже более или менее. Это высокорослый сорт. Поднялся, слава богу. Уже есть перцы. Это средний спелый, можно сказать, даже и поздний спелый сорт. Выращиваю уже лет 5 свои семена. Я его по большей части использую на барбекю и для заморозки с последующей заморозкой. Вот. Неплохо выглядит. Перцев много. Смотрите, какие они уже крупные. Это мюндрит гибрид. Вот такой красавец. Красного цвета будет, по-моему. Вот. Это что у меня за сорт? Это кармен. Тоже красивый куст такой. Раскидистые. Такие плоды. Прям красный-красный еще не было. Я не срывала. Вот красавец начинает леся. Окрашивается потихоньку. С этой стороны тоже все хорошо. Это вот леся красное. Видите, пуст какой маленький. А здесь уже три огромных плода перца. Посмотрим. Это гибрид Тамерлан. Вот он. Вот такой красавец уже. Перцы я еще не срывала, по сути. Потому что я зеленые перцы не люблю. Вот. Здесь я его саживала тоже пучками. Это базилик карликовый, маленький. Послабо растет. Не знаю почему. Что ему надо. У меня всегда базилик в теплице рос шикарно. Как видите, здесь тоже три высокие грядки. Сами грядки я именно в этой теплице мульчирую скошенной травой. Видите, большой слой довольно-таки. И между рядами у меня замульчирована эта древесная щепа. Огурцы посередине высаживаю в грядку. Каждый год так делаю. И мульча толстый слой травы. Обязательно это делаю, потому что влагу держит отлично. И не растет сорняк. У меня в теплицах вообще всегда все чисто. Высадила буквально вчера лук. Кстати, вот этот лук это мой прошлогодний урожай. Я его перебрала. Который уже опустили ростки. Я его сейчас храню в холодильнике. И я вот таким образом высадила. Осталось еще на еду луковиц 10 и все. Это прошлогодний, представьте, урожай. В прошлом году был шикарный лук. Огурцы. Одна грядка. Для нашей семьи хватает и засолить, и замариновать. И, конечно, свежими поесть. Огурцы мы уже срываем. Я не помню число, какое. Я в телеграм-канале выставляла первый пост о огурцах, которые я срывала. Надо будет посмотреть, какое это было число. Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал. Там довольно-таки интересно. Есть небольшие видео, фотографии. Там выставляю все очень быстро. Делимся с вами фотографиями. Что-то обсуждаем, что-то спрашиваем. Подписывайтесь обязательно. Я вас буду рада видеть. Огурцы тоже выглядят, в принципе, неплохо. Но все сказывается холодной ночи. Как можно заметить, они небольшой высоты у меня. Я прошла годнюю фотографию, посмотрела. Вы знаете, там огурцы были у меня. У меня возле уже потолка в это время. Еще неделю бы назад. Представьте. А в этом году они выглядят вот так. Ну, мы снимаем огурцы каждый день, там, по 3-4 штуки на салат. Это и есть такое. Также уже и срывали вот эти длинноплодные. Это изумрудный поток. Очень вкусный. Мне нравится для еды. Ну, неплохо, неплохо. Все выглядит. Поливаю огурцы я каждый день. Также и по голове их проливаю, чтобы не было сухоты в теплице. И перцы я также проливаю 2 раза в неделю стараюсь. Вот, когда жарко, могу 2 или 3 раза. В основном это по 2 раза я лью. Тоже прям с колодца. И проливаю со шланга холодной водой. Вот он карликовый, этот базилик. Видите, он растет чуть плоховато. Или он сам по себе такой. Вообще, у меня базилик здесь уже просто такими кустищами растет. Ну, в этом году как-то так непонятно. В этом году все чуть по-другому, чем, допустим, в прошлом. Или в позапрошлом. Ну, в общем, вот такая теплица. Перцы скоро поспеют. Я думаю, что уже через неделю-полторы уже будет первый урожай, который я сниму. Я перцы держу, чтобы они прям поспели. Уход самый простой. Это полив. И я поливаю огурцы. По большей части стараюсь поливать. Это биогумус, который у меня уже закончился. Это фитоспорин. Вот здесь у меня остался маточный раствор. И еще жидкий конский навоз в 5-литровых бутылках продается. Вот я его развожу в лейке и тоже проливаю. Ну, это огурцы, потому что они нуждаются в кормежке постоянно. А перцы, в принципе, просто водой. Тоже, как и томаты гуматом калием подкормила они тогда. Ну, и все. Ну, вот так выглядит перечная-огуречная теплица. Сейчас вам покажу. У меня есть несколько рядок, которые пристроены к теплицам. Это перцы в остатках запасные, так сказать. Это все, что я высаживала в теплицу. Если бы что-то не прижилось, я бы их подсадила в теплицу. Но так как у меня все прижилось, пришлось высаживать перцы в открытый грунт. Я не люблю выращивать в открытом грунте ничего. У меня достаточно теплиц, поэтому вот этого всего нам с головой хватает. Так как роса доставалось много, я уже высаживала по два штуки вместе. Видите, первый раз вообще так сажала. Ну, нормально, он уже цветет. Здесь есть плоды, вот Лесе дает. Вот они все цвету. Здесь тоже замульчирована толстым слоем скошенной травы. Здесь же у меня высажено 4 куста кабачков и цукини одни. Вот они, кабачки уже такие. Буду сегодня-завтра срывать их молоденькими. Это первый урожай будет. Здесь цукини тоже уже поспевают. Вот он лежит. Кабачков нормально сейчас. Несмотря на то, что холодные, конечно, ночи, кабачки нарастают потихоньку, но нарастают. В прошлом году, конечно, мы уже их ели давным-давно. Но в этом году вот так вот. Это грядка, в которую пристроена перечная, огуречная. Здесь, в теплице, я высаживала бархатцы. Выращивала, посмотрите, какие они красивые такие. Я бархатцы люблю в огороде. Видите, здесь как бикалорный. Этот распустился пораньше, а этот попозже. Как будто два разных цвета. Хотя он изначально, вот этот был вот такой. Выгорает и становится как будто два цвета. Вот он, видите, оранжевый. И вот такой красный, темный. Есть вот такой, желтый, очень крупный. Так, начнем еще здесь. У меня между теплицами есть небольшой промежуток. И здесь я в основном черенкую, что-то пересаживаю. И здесь у меня находятся мягкие контейнеры. Это баклажаны. Это сорт Король Рынка. Высаживала я его, если вам сейчас покажу, 15.02. Высевала. И вот так они выглядят. Это контейнеры мягкие, 35-литровые. Высажено по два растения. И вот такие уже у меня баклажаны. Вот, отлично. Держу их в теплице. Высаживаю тоже их в апреле, как и все остальное пораньше. И они у меня стоят в теплице. Пока холодно, а потом потеплеет, я вот сюда все и выношу. Такие баклажанчики. Их много, все цветут. Замульчированы скошенной травой. Видите, вон, сколько их баклажанов. Король Рынка неплохой баклажан. По-моему, я в этом году его посадила первый раз, насколько я помню. Король Севера я выращивала. Короля Рынка, по-моему, нет. Цветут все хорошо. Три контейнера. Это шесть штук. Для небольшой семьи. Если не брать закрутки, хватает на все лето запекать, делать салаты. Ну, что хотите. И это небольшие контейнеры с острым перцем. Это сорт Сириус. Высевала я 15 февраля. Собственно говоря, как и сладкие перцы. Выращиваю в 16-литровом... Нет, это, наверное, 24-литровый контейнер. Значит, высаживала по 3 штуки. И вот так он выглядит, этот Сириус. Смотрите, какой красивый такой. Куст красивый, раскидистый. Лист тонкий, темный. Это вот лист темный. Это этот же сорт, только с зеленым листом. Представьте, какое расщепление, наверное, произошло. Красивый, вы знаете, он очень красиво будет смотреться в кашпо. Потому что самый куст красивый, но и плоды, видите, они только начали нарастать. Их будет здесь прям множество. Следующий сорт у меня кустовой конфетти. Вот он, красавец. Это, конечно, вообще низкороса, маленький. И у него перчинки растут верхушкой вверх. Вот так весь цветок начал только-только. Это тоже вот же этот сорт. А это здесь уже 2 штуки. Это 16-литровый контейнер. Это тоже какой сорт капуцина. Вообще, это, наверное, позднеспелый сорт, друзья. Потому что очень много зеленой массы. Он прям... Это 2 штуки здесь. Посмотрите, какой куст. Очень много листвы. И он только-только начинает образовать бутоны. Вот они. Это, скорее всего, позднеспелый сорт. А это вот такой сорт. Халлоу, читаю, что здесь на английском написано. Тоже красивый для кашпо. Смотрится идеально. Темно-фиолетовый лист. И он только-только начал образовать бутоны. Вот, малепусенький. Это позднеспелый сорт. Если это раннеспелый 2, то вот эти 2 позднеспелых. Все стоит у меня здесь на площадке. Площадка закрыта баннером. И сверху я заложила щепу, чтобы не росла трава. Здесь же у меня бочки с водой. Кстати, огурцы я поливаю пока из бочки с водой. А перцы уже с колодца. А здесь, вкратце, вам покажу. Это прошлогодние черенки гортензии. Это каменную розу я рассаживала. Это уже гортензия. Это позапрошло. Ну, двухгодовалый черенок. Ну, растения уже. Хвойные у меня здесь скальный можжевельник. Блю и Роу. Лиственницы. Ельмиди Формис. Это сосна. Можжевельники. В общем, так, всего по чуть-чуть. Еще дохочу вам грядку показать. Здесь тоже возле томатной теплицы я высаживала бархатцы. Смотрите, какой крупный цветок красивый. Хочу семена собрать. Посмотрим, что-нибудь вырастить. Так, и здесь еще одна у меня грядка, пристроенная уже к томатной теплице. Здесь у меня растет это салат. Мишутка. Уже идем. Идим вовсю. Это горошек. Высаживала сахарный, по-моему, сорт называется. Уже подсеяла укроп. Здесь у меня рукола. Здесь салат. Это вот на свежее потребление. Это лук на зелень. И остатки, как всегда, томатов. Тоже думала, если что-то пропадет в теплице при высадке, будет замена. Ничего не пропало. Поэтому всех запасников пришлось высаживать сюда. Хотя они мне особо не нужны. Ну, а что делать? Формирую их. Тоже все цветут. Я не знаю, и плоды, по-моему, я уже видела. Вот они, видите? Все с плодами. Вот они помидорки. Ничем не накрывая, как и перцы. Вот растет само по себе, только поливая. Замульчирована тоже толстым слоем скошенной травы. Вот такие две грядки, которые пристроены к теплице. Что я вам еще хотела показать? Чеснок хочу показать и капусту брокколи. Это капуста брокколи. Вот оно. Еще здесь, наверное, ничего не завязывается. Но по-другому грядку все, видите? Высадила. Капуста неплохая, честно вам скажу. Вот у меня один выпад. Вот здесь вот была капуста. Выпала. Надо, кстати, сегодня полить ее. Это лук-оксибишин. У меня немного было рассады, поэтому высадила. Это лук, а это чеснок. У меня две полноценные грядки чеснока. И одна там небольшая грядка. Здесь и бульбочки высажены есть. И полноценный чеснок. Высадила две грядки. Потому что в прошлом году у меня чеснок этот покупали девчонки. Но не хватило на всех. Поэтому в этом году я решила посадить две грядки. Это чеснок гулливер. Отличный. Кстати, мы его до сих пор еще едим. Я в телеграм-канале достану головки, которые остались. И я вам покажу, как сейчас выглядит зимний, а зимний чеснок урожай прошлого года. Это сорт гулливер. Вот кому нужно будет, я в этом году могу продать. Потому что здесь его много будет. Листья кончики, конечно, пожелтели. Жарко, дождей нет. Хоть я и так поливаю его периодически, но не каждый раз. И стрелки я, конечно, уже оборвала. Ну, в принципе, скоро его уже и собирать в июле месяце. Вот так вот. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. Обязательно здесь, на YouTube. Пишите комментарии. Реагируйте на каждое видео. Мне это будет очень приятно. Заходите в телеграм-канал. Подписывайтесь. Тоже буду вас очень рада видеть. Всего вам самого хорошего. И всем пока.